Российский недометеж прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Он заявил следующее. Соединенные Штаты и их союзники не причастны к мятежу в России. Ну, это даже не их там нет, это гораздо выше заявление. Оно хотя бы полностью соответствует действительности. Эту тему, а также другие, обсудим с американским политологом, директором Международной некоммерческой организации Евразийская демократическая инициатива Питером Залмаевым. Он к нашему эфиру присоединяется. Питер, рады приветствовать. Вечер добрый. Да, приветствую, друзья, и приветствую всех наших зрителей из американской столицы, из Вашингтона. Супер. Питер, замечательная вышиванка. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как в Соединенных Штатах отреагировали на этот недопереворот в Российской Федерации? И что теперь думают обо всем происходящем в России? Ну, опять-таки, тут, разумеется, если констатировать и суммировать общее впечатление от того, что это произошло в России, ну, вот, король оказался или царь в случае с Российской Федерацией, царь оказался абсолютно голый. И, знаете, Америке не то, что ничего не нужно было замышлять против Российской Федерации, они просто запаслись какие-то темы по порам и смотрели, как это все развивалось. Разумеется, нет никакой, знаете, неожиданности в том, что российская пропаганда сейчас выводит какую-никую формулу западного вмешательства и так далее. Это стоило, разумеется, ожидать. Но, в самом-то деле, Америка, несмотря на то, что Аня признала, в принципе, что такая возможность есть, что именно Пригожин и его молодчики из чувака Вагнер могут готовить вот подобный демарш, марш-демарш, ну, вот, как и в случае с, знаете, последними мирными неделями перед войной, они опять недооценили, насколько глиняны оказались ноги российского колосса, скажем так. Вот это опять, и вот, что делая американскую прессу, я вот обозначил, очень раз удивление, что вместо вот караванных битв, которые ждали западные чиновники, эксперты, вот, Пригожин в течение суток смог подойти к нарастанию 300 километров от Москвы, и только вот река ОК, и, возможно, какие-то доброжелатели или его-то изнутри Кремля ему сообщили остановиться. Ну, остановиться, заметьте, уже после того, как Путин вынужден был выступить перед своими гражданами на телевидении и вот крайне унизиться, показать себя вот слабым лидером и всю его пропаганду о сильной армии, сильных структурах, сильных ФСО, ну, вот, как и все остальное, все это оказалось мифом, и не более того. Ну, не просто им, конечно, будет притянуть за уши мифический запад коллективный, да, который якобы управлял Пригожиным, ведь все обратили внимание на то, что в те дни, когда Россия проявила свою абсолютную слабость и невозможность противостоять экспансии, ни НАТО, их противное, ни коллективный Запад, ни США и американский дядюшка Сэм не стали распиливать Российскую Федерацию. Более того, издание CNN пишет о том, что Вашингтон убедительно просил Киев не подвергать обстрелам территорию Российской Федерации, да? Как вы считаете, с чем связано было вот это вот осторожное поведение наших американских партнеров? Ну, знаете, нельзя недооценивать все-таки фактора боязни администрации Белого Тома. То есть, вот этот, знаете, боязнь распада Российской Федерации, которую мы так желаем в Украине и верим, будет позитивным событием не только для нас, но и для всего мира, в старые вояки, в закалки холодной войны, такие как Джо Байден и другие, в том числе сенаторы, конгрессмены. Я встречался с некоторыми из них во время своего визита сейчас. Несмотря на их искреннюю поддержку Украине и желание проигрыша Российской Федерации, считают вот такой вот распад, потенциально неконтимируемый распад Российской Федерации и со всеми ее несколькими тысячами ядерных боеголовок очень опасным сценарием. И вы знаете, они были действительно встревожены тем, как быстро развивались события. И я подозреваю, хотя они об этом и не говорят, я подозреваю, что они очень боялись сценария, когда Евгений Пригожек может захватить власть в Кремле. Опять-таки, нам, в Украине кажется, недальновидна такая позиция. Мы считаем, что вот такой сценарий, он может, он на руку, разумеется, и в Украине, потому что ослабил бы возможность России продолжать военные действия в Украине. Ну вот, западе, собственно, так и считают. И боятся, что в случае прихода к власти Пригожин, представитель вот этой турбопартии, турбовойны, и буквально в считанные дни будет готов запустить ядерную боеголовку по Украине. Поэтому я бы связал вот эти действия именно с боязнью того, что после Путина и вместо Путина может стать, заступить у нас, я считаю, намного более страшное. И, собственно, знаете, если вы сейчас послушаете российских пропагандистов, с одной стороны, как я сказал, они говорят о западе, неких западных силах, которые не только хотели воспользоваться ситуацией, но и, может быть, даже подстрекали каким-то образом Путина. Пригожина, хотя Пригожин является креатурой Путина, и Путин буквально сегодня заявил о гигантских суммах, которые правительство заплатило в Агдову. А с другой стороны, вот я сегодня выступал на Международном канале, на одном, где меня спаривали, простите, с одним российским пропагандистом, достаточно умеренно, я вам скажу, тем не менее, вот его позиция была, что, ребята, вот смотрите, вы были на волоске от вообще вселенского потопа. Нам нужно поддерживать Путина, поддерживать его стремление к переговорам, иначе вы получите Пригожина. То есть вот это такая вот конфетка, которую сейчас российская пропаганда хочет вылепить. Извините, какашки, простите меня, которую она получила в качестве такого ужасного, серьезного пиа-удара по своему престижу. Тем не менее, Соединенные Штаты, вместо того, чтобы особо вдаваться в подробности относительно того, что же произошло там в России, решили сосредоточиться на действительно важном. 41-й пакет помощи Украине, который на общую стоимость 500 миллионов долларов приблизительно, включает в себя различного варианта, как вооружения, так и системы безопасности. В частности, это дополнительные боеприпасы для «Хаймерс», дополнительные боеприпасы для ПВО «Патриот», это ПЗРК, это боевые машины пехоты, это бронетранспортеры и так далее, и так далее, и так далее. Атакамс, как вы считаете, на каком этапе окажутся уже в Украине? Опять-таки, это «Гессингейм», что называется. Это сейчас игра в «когда», то есть мы не можем это сказать. Да, исключительно предполагаем, но есть определенные факторы, которые говорят о том, что бояться Россию, продолжать бояться Россию, бесполезно, значит, надо действовать. А конкретные действия связаны с конкретным вооружением. И именно вот, знаете, даже в связи с пригорженскими событиями даются голоса здесь из экспертной среды Вашингтонской, что именно сейчас есть шанс воспользоваться этим раздраем, этим серьезным ударом, опять-таки, по, если не путинской военной макине, то, по крайней мере, по его репутации, скажем так, тогда по его ореолу и дать Украине именно то, что она сейчас требует, сделать этот последний шажок, дать это кампси. Буквально позавчера я общался с бывшим послом США в Украине, Буллиямом Тейлором, он сейчас представляет организацию под названием United States Academy Institute of Peace, Институт мира Соединенных Штатов Америки, и вот он сказал, и, знаете, он не один тут, и Корт Волкер, бывший представитель США в Украине, они в унисон говорят, что, скорее всего, такам это тут, это вопрос времени. К сожалению, сказать, когда это будет сделано, я не могу. Опять-таки, Джо Байден, вот, и администрация Белого дома, уже некоторое время, вот, оперирует. Они, по сути, ввели такую политику так называемого стратегической неясности, то есть, вместо того, чтобы телеграфировать, как они передали, помните, в начале войны, чего мы Украине не дадим точно, они избегают сейчас вот такого телеграфирования, вместо этого, вот, даже, Джо Байден, вы помните, в конце мая говорили, что, ну, атакамы, чем, что называется, черт не шутит. Поэтому, вот, это и есть часть сейчас, собственно, американской политики, держать Российскую Федерацию в неведении. Но, опять-таки, есть оптимизм в Вашингтоне, можно сказать, среди сенаторов, конгрессменов, экспертов, что атакамы такие будут Украине даны. Питер, о чем говорит активизировавшийся диалог между президентами Соединенных Штатов и Украины? Байден не так давно во время этого прикожинского похода общался с Владимиром Зеленским и сегодня вот анонсировал, что планирует снова связаться с главой Украины. Ну, это очень важно, разумеется, в контексте контрнаступления, знаете, то есть, нужно понимать общий информационный контекст, в том числе на Западе и вот СНН, других, где-то больше, чем поустов. Они отмечают такой, знаете, немного медленный темп украинского наступления, который немного вот разочаровывает. Ну, это террористическая природа, людям нужны быстрые дивиденды, без результаты, с хлеба изделий, да побыстрее. Как бы, Джо Байден понимает этого и, ну, знаете, это вот такие вот телефонные звонки, это просто приободрить своему коллегу, возможно, даже вот наметнуть, что держитесь, впереди у нас еще серьезные для вас сюрпризы и очень неприятные сюрпризы для Российской Федерации, возможно, тут речь идет о таком, разумеется, это не будет скатано в открытом разговоре, но я думаю, что очень много, опять-таки, для Джо Байдена поставлено на кон, что касается политического капитала. И можно сказать, что 2024 год, вот, успех и неуспех украинского наступления сыграет очень важную роль в его шансе быть выбранным на второй срок. Питер, ну вот вы говорите, что Запад продолжает бояться распада России, эти, эта боязнь в чем-то, понятно, в чем-то нас разочаровывает, но, а готовится ли он все-таки к варианту распада Российской Федерации? Вот мы видим, что в Лондоне заговорили о том, что нужно создавать специальную группу, которая будет прорабатывать сценарий, если ситуация в Российской Федерации будет развиваться именно по ацентрическим каким-то направлениям. Вы знаете, они, опять-таки, в респектной среде, этот сценарий прорабатывается, он прорабатывается, опять-таки, на страницах американских, западных газет, это нельзя не сказать. Но, знаете, вот просто в пику российской пропаганде, чтобы не повторять в нашем эфире вот их паранойи, которые проанклируют что ни день, Российская Америка никогда, опять-таки, вопреки пропаганде, не оставила в качестве краеугольного камня в своей политике вот цель расчленения Российской Федерации и взятия под контроль ее ресурсов, как дали, это чистая выдумка Владимира Путина. Тут резоннее предположить, что это сейчас делает своей экспансией, знаете, такой гибридной китайской народной республикой, но никак не США. Тут еще, знаете, грядет такая вот карма историческая, когда Путин получит то, о чем он параноид на всю Ивановскую, но только не совсем другого географического направления с востока, а не с запада. Поэтому нет, позиция Америки не желает распада Российской Федерации, желает при этом ухода из власти как можно быстрее Владимира Путина. Питер, вопрос, касается он позиции Китая, которая изначально была практически как нейтралитет, но все-таки с переклоном в сторону пророссийщины. А теперь заявление посла Китая в Европейском Союзе Фу Цуна, он заявил следующее. Китай не видит причин не поддерживать цель украинского правительства вернуть контроль над всеми территориями в границах 91-го года. И прозвучало это заявление как раз после того самого фарса, свидетелями которого мы были в Российской Федерации. Клорисия, примечательно. Отмечается, опять-таки, это мы сейчас обнимаем западную прессу, буквально сегодня вышла интересная статья в Нью-Артан, интересный колонист Марк Лендлер, он как раз и говорит о политике Китая, что в целом, разумеется, Китай сейчас очень не хотел бы такого вот в пиар-провала после поддержки Путина, так или иначе, да, за все время войны, вот получить вот такое позорное, знаете, бегство российского, наверное, столицы и его физическое устранение. Нет, это Китай не устраивает, так и является, собственно, понимание американского политикума. Ну и, тем не менее, знаете, вот отмечается, что буквально в воскресенье, когда все это происходило, российский замминистра иностранных дел Андрей Руденко прилетел в Пекин на встречу с своим китайским коллегом Ингангом, они, разумеется, говорили о Украине. И вот, собственно, есть такое сейчас мнение, что Цзиньпин и его команда, они, совсем менее и менее ловко, или более-более неловко поддерживать Россию в том масштабе, в котором они это делают. Они не видят, что Путин не просто далеко не зашел и не может выпускаться из этой всей истории украинской, и уже начали попадать под политические санкции Америки разные китайские компании, которые помогают России так или иначе с вооружением, с щипами и так далее. Это действительно невыгодная экономическая история для Китая. Но, собственно, разумеется, и тут нужно подумать о прецеденте, который создает российский диктатор для Китая. Знаете, когда вот можно менять границы в стиле, там, даже не 19-18 века и перекраивать их вопреки международному закону, это подрывает на корню, собственно, аргументацию Китая по поводу Тайваня. Китай считает Тайвань своей исконной территорией, пытается ее вернуть, считает, что это дело времени. Ну, вот знаете, с одной стороны, пытаться восстановить свою территориальную целостность, но при этом ставить под сомнение территориальную целостность Украины точно такая себе история. И, разумеется, никак не пособствует вообще имиджу Китая во всем мире, особенно учитывая, что Китай сейчас играет очень такую мускулярную, очень серьезную игру, вот намереваясь не просто стать альтернативным полюсом влияния Америки в мире, но, может быть, даже занять какую-то главенствующую позицию, особенно вот в странах своего региона в Азии. Питер, спасибо огромное за уделенное нам время. Питер Залмаев, американский политолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое.